МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши права и обязанности. Все мы слышали об этом в школе и университете. Но не каждый придает этому значение в своей жизни. Во всяком случае, до поры до времени. Как можно повысить уровень правовой культуры среди молодежи? Нужны ли изменения в законах и поправках? Какие конституционные права и обязанности знаем мы? Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и я его ведущая Виктория Новикова. Как вы догадались, мы сегодня будем говорить о том, знают ли молодежь свои права и обязанности. Но для начала хотела бы предложить вам посмотреть небольшой опрос о том, что же думает молодежь о своих правах и обязанностях. Знаешь свои права? Не знаю. Причислим нам, хотя бы, какие знаешь. Я имею право на обучение, например, на доступ к информации. Вот. Недостаточно тех знаний, которые у тебя сейчас есть? Нет. Каким образом ты хотела бы узнать свои права и обязанности? Или кто должен заниматься тем, чтобы молодежь больше знала этого? Ну, мы сами должны интересоваться этим, узнавать и развиваться. Для защиты своих прав. Молодежь, на ваш взгляд, особенно геннале своих права и обязанностей? Вы знаете, да. Да, особенно, да. Работает очень много и школа в этом направлении. И как-то они даже лучше знают права, чем обязанности часто. Ну, и обязанности знают. В общем-то, я считаю, что здесь все нормально. Как ты считаешь вообще, нужно ли знать свои права и обязанности? Ну, почему бы нет, конечно же. А ты знаешь? Ну, примерно, да. Ну, что знаешь? Какие у тебя есть права? Ну, я знаю, что у меня есть право прийти и проголосовать. Ну, вообще, право выбора и право слова я могу говорить, по идее, что то, что не будет нарушать права других людей. Знаешь ли ты свои права? Нет, к сожалению. Ну, а как ты считаешь вообще, должен ли человек, или вообще, в каком случае, молодой, знать свои права и обязанности? Конечно, да. Обязательно. Не было ли у тебя такого нарушения твоих личных прав? Ну, я думаю, что нет, но я хотела бы изучить свои права, там, конституцию, вот это все, чтобы лучше разбираться в том, что мне дозволено, что не дозволено, и чтобы меня не могли обмануть. Вот. А как ты думаешь, кто должен этим заниматься? Сам человек, в первую очередь, тому, чтобы защитить себя, не поддаться каким-то там, так сказать, давлению, что ли, со стороны другого человека. Да нет, а зачем, в принципе? Главное, там, заповедь, там, не убей, не укради. А права это, ну, это, конечно, круто, но пока не нужно реально, пока не нужно. Надо быть еще взрослее, чтобы они нам пригодились. Вот так вот. Мы услышали с вами достаточно разные мнения, и, на мой взгляд, была одна из интересных фраз последних. Мы молодые, зачем нам это нужно? Так вот, наверное, первый вопрос. Действительно ли это та вещь, вот эти права и обязанности, которые можно ставить на потом? И прийти к ним тогда, когда это действительно, ну, будет по надобности? Вот как вы считаете? Пожалуйста. Растан Шафикович. Ну, я считаю вообще, что права и обязанности человеку нужно внушать с детства, еще со школы. Сейчас я не знаю, конечно, есть ли в школе предмет, связанный с правом. Я так понял, это часть общества знания. Я вот, когда учился, у нас были основы государства и права в восьмом классе изучали. И там нам давали какие-то азы права. Я считаю, что примерно в этом возрасте человек должен это знать, поскольку всегда приходится сталкиваться с этим в жизни повседневной. И я вообще считаю, что каждый желающий должен получать юридическое образование, не обязательно для работы, а хотя бы для того, чтобы знать свои права и обязанности и применять все это в жизни. Хорошо. Ну, с молодым человеком с этим я как бы не согласен, конечно. Пожалуйста, Александр. Да, я тоже согласен с предыдущей репликой по поводу того, что обязательно надо знать свои права и обязанности. И вот было точно подмечено то, что юридическое образование, оно в принципе полезно для всех. Очень полезно получать его даже вторым высшим образованием, плюс к первому. Это не говорит о том, что человек идет на юрфак для того, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь с этой профессией. Он может быть просто в качестве повышения квалификации, чтобы в каких-то ситуациях знать, как поступить, знать хотя бы к кому обратиться для начала, к какому именно, в какую инстанцию, в какой орган, так скажем, для защиты своих прав. Потому что это тоже целый спектр. Тем людям, которые в принципе хотят связать свою жизнь с этой профессией, ну это уж само собой, конечно, обязательно. Влад, ну вы как считаете? Ну, что касается того, должны ли знать свои права и обязанности молодые люди, конечно, однозначно это так. В принципе, если человек знает свои права и обязанности, соответственно, в любой жизненной ситуации он может свои знания применить, так сказать, проконтролировать других людей знанием своих прав. Тем самым мы, в принципе, можем прийти к тому, что будем повышать качество собственной жизни. В том числе и в нашей стране, где на текущем этапе, к сожалению, у нас, на мой взгляд, правовой нигилизм существует и даже, можно сказать, процветает. Что касается получения образования, да, конечно, я согласен со школьной скамьей, желательно вводить специальные предметы. Ну, когда я учился, у нас был предмет правоведения в школе наряду с обществом знанием. Вот, соответственно, что касается же получения образования, уже высшего, я имею в виду, юристов у нас и так много сейчас. На мой взгляд, нужно просто менять структуру университетской программы, так как на текущий момент, насколько мне известно, правоведение у нас есть практически на каждом факультете, но оно занимает всего лишь один семестр. То есть в данном случае можно просто повысить, например, для договорового курса, вот, чтобы, скажем так, люди охватили не просто какие-то общие знания, а смогли немножко углубиться в этой области. Вот вы неспроста как-то сделали акцент именно на молодежи, ну, потому что мы знаем, что у каждого возраста есть какие-то свои определенные проблемы, например, да, у пенсионеров они одни. А вот у молодежи на что им стоит обращать внимание? На какие права или обязанности даже? Мы их не будем, наверное, разграничить, хотя, в принципе, тоже можем. Вы знаете, как молодежь, в принципе, я бы не стал отделять от каких-то других категорий граждан, поскольку-постольку мы все сталкиваемся с различными бытовыми ситуациями, жизненными ситуациями. Соответственно, это не зависит от возраста, там, тем более, там, по какой-то профессиональной принадлежности. Но для студентов, насколько мне известно, актуально, что актуальны проблемы трудоустройства. То есть сейчас, учитывая, что есть небольшие экономические проблемы в нашей стране, и, соответственно, рынок труда просел, будем говорить откровенно. Поэтому в данном случае трудовые права, которые зачастую очень часто нарушаются, то есть студенты работают без оформления трудовых отношений, ну, в первую очередь, составления трудового договора и получения белой заработной платы, вот, соответственно, их права и интерес никак не защищаются. Ну и, конечно же, важно знать свои права в сфере образования. Вот, неспроста у нас примерно год назад в Казани появился студенческий омбудсмен, который призывает студентов к тому, чтобы они знали, что они могут, на какое право они имеют, например, при том, что преподаватель опоздал, или, например, их администрация университета каким-то образом обижает, или, например, администрация общежития. То есть это тоже актуально для студентов. Вот, ребят, можете свои как раз-таки какие-то истории сейчас рассказать. Были ли у вас, например, такие случаи? В принципе, было несколько ситуаций, связанных с нарушением моих прав. Самое, наверное, запоминающееся – это ситуация с нарушением моего конституционного права на неприкосновенность, то есть на меня напали на улице, я получил травму, достаточно серьезную, это было перед соревнованиями, было не очень приятно. Этого человека не нашли, но, в принципе, все действия, которые могли бы быть с моей стороны осуществлены, я сделал. То есть ты обратился? Да, вполне. Вторая ситуация связана с тем, что я работал в 17 лет на производстве, и это не было ничем закреплено, было основано только на, можно сказать, договоренности обоюдной, совестной. То есть на бумаге нигде ничего не было записано. И в конце концов, когда я получил там травму, никакой помощи мне не оказали, ну, можно сказать, просто не материальная помощь была, а… Медицинская? Просто по-человечески, да, пожалели. Ну, вот и все. Ну, это две ситуации, которые были, которые мне запомнились. Несомненно, они, если рассматривать Конституцию и право на свободу слова и так далее, то в жизни каждого происходили подобные ситуации. То, что кого-то, не знаю, просто унижали и так далее, но это не вспомнится, этого очень много. Вот эти две самые яркие. Наверное, в том, что вот, правильно, у каждого случаются такие ситуации, но каждый ли действительно отстаивает свои права? И даже если он их будет пытаться отстоять, каков шанс того, что действительно у него получится наказать виновников, например? Вот, Вова, как вы думаете? Ну, вы знаете как, в каждой отдельной ситуации бывает по-разному. Это, опять-таки, какого-то конкретного алгоритма мы выстроить не можем. Естественно, вот если мы рассматриваем первую ситуацию, которую столкнулся наш коллега, когда на него напали на улице, совершили в его отношении преступные деяния, он все правильно сделал. Мы сейчас живем не в 90-е, вот, правильно сделал, что обратился в правоохранительный орган. Но, к сожалению, на текущий момент правоохранительные органы очень сильно загружены. Вот, и, соответственно, не всегда они хотят и даже могут, наверное, вовремя реагировать на подобные сообщения. И, что, вот, как в данном случае привело к тому, что не смогли найти преступника. Ну, тут еще, видите, как, когда это происходило? Например, если это было в темное время суток, наш коллега мог не запомнить его лица. Соответственно, описать его какие-то там характерные черты он тоже не смог бы. Поэтому это, опять-таки, затрудняет работу правоохранителей. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно что иметь в виду? Что любая ситуация, в принципе, она подпадает под правовую плоскость. Соответственно, что бы ни случилось, если есть такая возможность, необходимо сразу проконсультироваться с специалистом. Консультации могут быть бесплатные? Куда нужно обратиться, чтобы получить бесплатную консультацию? Ну, на базе нашего университета существует юридическая клиника, где в течение учебного года студенты по определенным дням оказывают бесплатную юридическую помощь. Вот, они консультируют граждан по различного рода вопросам, в том числе и молодежь, проблем нет. Вот, при этом их консультация курируется преподавателями с профильных кафедр. То есть, если это вопрос связан с уголовным законодательством, соответственно, преподаватель с уголовной кафедры, гражданским, гражданский. Вот, также с недавнего времени, буквально несколько лет действует федеральный закон о бесплатной юридической помощи, который осуществляется адвокатскими образованиями. Ну, и здесь действует ряд ограничений. В первую очередь, данный закон рассчитан на малоимущие и малозащищенные слои населения. То есть, это многодетные семьи, это инвалиды различных групп, это ветераны и вдовы ветеранов различных боевых действий. Вот, примерно так. Ну, нет, конечно, есть и юристы, в том числе и многие начинающие, которые для того, чтобы набраться опыта, также консультируют бесплатно. В частности, когда я начинал работу, шесть лет назад я первый год консультировал бесплатно, поскольку, ну, все-таки мало опыта, да и тем более не считал, скажем так, своей консультацией каким-то серьезным трудом на данном этапе. Хорошо. Ну, первая проблема, которую мы так или иначе озвучили, да, знает ли молодежь свои права и обязанности. И вроде бы все говорят, да, надо бы знать, но как-то пока еще не доводилось этим, ну, быть рядом, да, то есть мне это пока вроде бы не нужно. А как мы можем повысить вообще эту правовую культуру среди молодежи, сделать это действительно каким-то актуальным, чтобы они могли к этому обратиться? Можно я выскажу свое мнение по этому поводу? Я на своем опыте убедился, что человек, ну, если представить жизнь человека как приобретение опыта и в дальнейшем его личностный рост, то существуют определенные этапы, этапы взрослений и так далее. И нельзя говорить о том, что человек с самого рождения, не с самого рождения, а с детства должен расти именно изучая свои законы. Потому что, как мне кажется, это скорее будет некое насилие, потому что у каждого человека будут ситуации в жизни, связанные с нарушением его законов, и именно тогда у него появится мотивация к тому, чтобы их изучить и использовать. Да, несомненно, это будет просто отлично, если он будет их знать. Но не то, что пустые знания, ненужные знания пока. То есть каждый должен к этому прийти сам? Каждый должен к этому прийти сам, однозначно. И заставлять никого не надо? И в школе, может быть, тогда не нужна эта программа? В школе она... Ну, когда придет время, тогда и посмотрит, почитает. В школе, в принципе, все сделано достаточно правильно. Есть определенная программа, есть определенные знания, которые нам даются, но не дается информации, как их использовать и так далее. Хорошо. Еще ко мне? Да, конечно. Я вот здесь добавлю по поводу, значит, прав и обязанностей. Да, дают и в школе дают, и в высших учебных заведениях дают. Но я обращаю внимание, что все-таки дают более в теоретическом ключе. То есть, да, это все есть такие, есть у вас права, есть у вас обязанности. Но как эти свои права применить? Куда обратиться, если нарушено ваше право? Это все-таки, скажем так, в учебных курсах не дается. Вот даже вот по второй ситуации, вот с молодым человеком, то, что вот он устроился работать без оформления, и то, что там произошел с ним несчастный случай на производстве. Однако ведь по Трудовому кодексу ведь у нас считается, если человека допустили к работе, то уже это считается приемом на работу, даже если не оформлено это все. И поэтому он имел право на возмещение вреда, полученного в результате несчастного случая. Необходимо было обратиться просто в прокуратуру. У нас это как универсальный надзирающий орган. То есть, по любому случаю, можно всегда обратиться в прокуратуру. Другой вопрос, рассмотрят ли они это дело? Главное, вы напишите заявление, подайте. Они обязаны в течение месяца вам дать ответ. И в этом ответе, либо они вас просто куда-то, значит, перенаправят, скажут, это не в нашей компетенции, обращайтесь вот туда-то. Ну, либо, скажем так, сами какие-то меры примут. Но действие в любом случае мы должны совершить какое-то. Да, конечно. А просто так получается. Вот недавно тоже приходил, скажем, даже уже немолодой человек, человек лет под 40. Ну, вот как он умудрился тоже без оформления устроиться на работу, а в результате он залез в какой-то станок, и в это время этот станок запустили, и ему вот так вот снесло почти, аскальпировало ему голову. И работодатель здесь тоже интересный такой попался. Они были должны как обратиться тогда? Ну, они должны были в первую очередь, предположим, в ту же трудовую инспекцию обратиться, прокуратуру написать заявление о том, что не был оформлен акт о несчастном случае. Предприятие-то ведь официально работает. И в вашем случае, то есть если предприятие работает официально, то, соответственно, и нужно было обращаться либо в прокуратуру, либо в трудовую инспекцию с заявлением об оформлении акта о несчастном случае. И у меня есть вопрос к нашим молодым людям. Ребята, на какие права вы вообще обращаете больше всего внимания? Давайте сначала пока о правах поговорим. Какие у вас есть права, и вы которых сейчас, естественно, можете вспомнить? У нас разные есть права. Право на неприкосновенность, право на образование. Вот у меня, у друга была одна ситуация. В этом году он подавал документы в Российскую Академию Правосудия. Он претендовал на бюджетные формы обучения. И за 15 минут до конца приема документов его просто убрали из списков. Я не знаю, из-за чего это, но его убрали из списков. Он был в тот момент в другом городе и ничего не мог поделать с этим. Мне интересно мнение экспертов, как они отреагируют на это. Ну, вы знаете как, это мы возвращаемся к нашей любимой теме, наверное. Теме, связанной с какими-то либо договоренностями, которые уходят на второй план, в теневую, так сказать, сферу. Поэтому, конечно, по данному случаю, что связано с Россией Академией Правосудии, ничего не хочу комментировать, поскольку не хочется никого обидеть и, скажем так, обвинить в том, в чем, собственно говоря, возможно, и нельзя обвинять. Но в данном случае ему просто необходимо было соблюсти претензионный порядок. То есть, если он претендовал на бюджетное место, по результатам ЕГЭ он проходил по официально объявленным университетам проходным балом. Он должен был обратить соответствующим заявлением в администрацию университета с просьбой зачислить его на бюджетную форму обучения, поскольку по формальным основаниям он проходил, если, конечно, там нет каких-то внутренних вступительных испытаний. И, соответственно, после получения ответа, в зависимости от того, будет он положительно-отрицательный, в дальнейшем обжаловать решение в судебном порядке, либо, как вот рекомендовал коллега, обратиться в надзирающий орган, это можно обратиться в Министерство образования, либо также в прокуратуру в порядке общего надзора. Хорошо. Ребята, дорогие? Ну, право на беспрепятственное передвижение по стране, допустим. И тут у меня вопрос. Вот, если я совершеннолетняя, заселилась в общежитии, имеет ли право общежитие устанавливать, ну, свой комендантский час? С таким вопросом обращался к администрации. Но, конечно же, администрация говорит то, что все это делает свое благо студентов, мы его сохраняем и так далее. Но, на самом деле, если прямо применять норму Конституции о свободном передвижении, то это, конечно, нарушает. Можно? Я также хочу прокомментировать. Соответственно, здесь речь идет о чем. У администрации общежития есть локальные нормативные правовые акты, то есть уставы, регламенты, которые, соответственно, также устанавливают и режим дня, в том числе могут снять комендантский час. Студент, когда заселяется, он, как правило, заселяется не просто так, он подписывает ряд документов, в том числе и договор на проживание, в связи с которым он вносит ежемесячную, там, либо ежегодную оплату. И, как правило, там всегда есть ссылки на эти внутренние документы администрации, общежития, в которых все правила указаны. И студент, подписывая соглашение, соответственно, подписывается под этими правилами. Поэтому в данном случае, знаете как, чисто по-человечески, да, но это, опять-таки, можно, знаете, любую ситуацию, например, едете на машине, гаишники останавливают, проезжает какой-то кортеж, мы 15 минут стоим, ждем в пробке. Нарушение прав, нарушение. Но никто ничего не делает, никто никуда не ходит, никто никому не подает какие-то заявления. Соответственно, подобной ситуации очень много, когда неправомерно задерживают. Но в данном случае, чисто юридически, на мой взгляд, здесь все чисто. Можно здесь добавить одну фразу, только скажу, что здесь фактически, вселяясь в общежитие, подписывая договор населения, вы соглашаетесь с этими правилами, то есть фактически вы сами согласны с этим ограничением? Ну, так, в любом случае, можно со многими ограничениями согласиться, но есть прямое указание закона, и даже те локально-нормативные акты, которые устанавливают такие правила, они незаконны в данной сфере. То же самое, как если вы подписываете договор, в котором есть пункт об отказе, в вашем отказе от судебной защиты своих прав в случае их нарушения. Соответственно, данный пункт договора, он будет признан недействительным. Так же и в данном случае. И просто тут действительно проблема-то в том, что никто не обращает на это внимания, и никто не пользуется своими правами. Но закон всегда выше, чем то, что прописано, например, в договоре? Конститут, он уже наивысший закон? Конечно. Договор – это немножко другое. Тут мы говорили про локальные нормативные акты. Подзаконные нормативные акты, либо локальные... Да, локальные нормативные акты, то есть их принимает организация, они распространяются только на сотрудников данной организации, на ограниченный круг граждан, на ограниченные территории, так скажем. И вот спускаясь по иерархии законов, у нас идет Конституция, потом федеральные и конституционные законы, федеральные законы и так далее. Локальные нормативные акты, они стоят с вами внизу, и соответственно, они должны соответствовать всем тем... Вышестоящим. Вышестоящим нормативным актам. И соответственно законам. Ну, дело в том, что вот мы когда заселялись, подписывали документы, ну, как бы в документах не было то, что там комендантский час, нам сразу сказали, он отменен. И вот буквально, наверное, неделю назад нам сказали, что пришел приказ ректора, в общем, комендантский час теперь. Но мы ничего же не подписывали. Ну, в чем он выражается, этот комендантский час? С 10 до 7 мы обязаны быть дома и не можем... Ну, как? Нас пропустят, да, но потом... Но не пустят обратно. Нет, нас не выпустят, во-первых, из общежития после 10, а во-вторых, если мы придем после 10, ну, с 10 до 7, нас заставят писать объяснительную, и даже при накоплении этих объяснительных возможно выселение. Хотя в договоре этого нет. Ну, в данном случае, конечно, если, соответственно, не было согласия с правилами и условиями, то есть не подписывались никакие документы в этой части, то, соответственно, конечно, это является нарушением. Но, опять-таки, порядок действия здесь достаточно простой. Я всегда рекомендую начать с претензии, то есть, так сказать, чтобы этот локальный конфликт не переходил в глобальное, вот, написать соответствующее заявление в администрацию общежития, в дальнейшем получив ответ, если он вас не устраивает, уже непосредственно обратиться к администрации университета, а дальше там уже министерство образования и прочее. Но, опять-таки, тут какой есть маленький нюанс. Мы все прекрасно понимаем, что если человек начнет подобного рода процедуры, скажем так, то он может найти себе проблем. Ну, остаться, без жаления остаться, но впоследствии... Понимаете, получается так, что нас ставят немножко в такие условия, в которых нам выгоднее ничего не делать, чем что-то делать. Так построена система, к сожалению. Вот, и к вопросу о том, почему люди не интересуются своими правами и обязанностями, я могу добавить, что, ну, просто по большому счету, люди всегда знают, ага, у кого-то больше прав, у кого-то меньше прав, хотя по конституции мы все равны. И многие вопросы можно решить вне рамок правовой плоскости. К сожалению, на текущий момент это так. Вот, конечно, раньше это было немножко хуже, сейчас обстановочка у нас улучшается, но, тем не менее, пока далека от идеальной. Ну, а тебе хотелось бы посоветовать. Ну, так или иначе, университет, он же о тебе заботится. Я знаю, что есть такие случаи, да, что-то происходит со студентами, и они делают это из каких-то благих побуждений. Вот, поэтому, может быть, стоит немножечко потерпеть и положить в прекрасных условиях в деревне универсиады. Ну, это так, например. Что мы о правах, да о правах. Давайте, может быть, немножко поговорим все-таки об обязанностях. Вот, что-то вы смогли назвать из прав, а обязанностей? Что сможете вспомнить? Из обязанностей? Ну, самое первое, что приходит в голову, это наш долг защищать нашу страну. Мальчишки, конечно. Да, мальчишки, однозначно. Касаясь образования, то, что, да, у нас есть бесплатное образование, но получая это бесплатное образование, мы обязуемся выполнять правила, которые устанавливает учебное заведение. Это наша обязанность. Хорошо. Еще? Хорошо. Ну, давайте, может быть, поможем им все-таки о каких важных обязанностях своих, а все-таки они пока не могут вспомнить, озвучить. Я тут вспомнил еще одну обязанность. Мы обязаны соблюдать законы. Законы. Ну, прекрасно. Самая главная обязанность. На мой взгляд, самая главная обязанность любого гражданина Российской Федерации быть хорошим, честным человеком. На самом деле, зачастую обязанностей у нас больше, чем прав. Соответственно, все, опять-таки, зависит от конкретной ситуации. Если мы говорим про семейную жизнь, то мы, как дети своих родителей, обязаны себя хорошо вести, слушаться родителей. Если мы говорим про семейные брачные отношения, то супруги должны с уважением обязаны, с уважением относиться друг к другу. Вот, соответственно, у них есть корреспондирующая обязанность по воспитанию детей, по содержанию детей, вплоть до совершеннолетия. Вот, если мы берем, например, отношения работодателя-работника, то работник должен добросовестно относиться к своим трудовым обязанностям в соответствии с должностной инструкцией, выполнять их в соответствии с режимом рабочего дня. С другой стороны, это корреспондирует к работодателю, который обязан выплачивать ему вовремя, в срок заработную плату и создавать те условия труда, которые предусмотрены федеральными стандартами. Поэтому в данном случае все зависит от того, в каком социальном, профессиональном статусе находится человек. Вот, это может быть ребенок. Если мы говорим про пенсионера, то, с одной стороны, он отработал и имеет право на получение пенсии, с другой стороны, государство обязано ему выплачивать эти пенсионные накопления. Если, например, он получил травму или, не дай бог, инвалидность, то, соответственно, он уже имеет право на получение каких-то социальных пособий. Вот, примерно так. Что же важнее, исполняет свои обязанности или требует соблюдения своих прав? Давайте немножко порассуждаем. Вообще, на самом деле, с точки зрения закона, это равнозначные такие категории, потому что закон, он, в принципе, для того и создан, чтобы уравнять субъектов права между собой. И, как уже правильно здесь говорилось, все имеет корреспондирующий характер. Соответственно, если у тебя есть право, у кого-то есть корреспондирующая обязанность. Во-первых, даже такая объективная обязанность всех – соблюдать твои права. Объективные права. Не нарушать их. То есть, твое право махать кулаками заканчивается там, где начинается нос другого человека, так скажем. Поэтому в равной мере важны и соблюдение своих прав, требования соблюдения своих прав, и соблюдение обязанностей, потому как соблюдение обязанностей не нарушает прав других лиц. Ну и у нас осталось не так много времени, и мне хотелось бы поговорить о нашей Конституции, Российской Федерации. Ну, наверное, хочу обратиться к нашим экспертам сегодняшним. Есть ли какие-то моменты, которые все-таки стоило бы изменить Конституцию? На ваш взгляд. Ну, вообще, на самом деле, Конституция – это такой закон, имеющий высшую юридическую силу, к которому надо относиться очень бережно. И любые поправки, они всегда носят очень такой, ну, серьезный характер. Вот, лично мне, чтобы хотелось поменять, да, то это более, так скажем, демократичная судебная система. Вот, с точки зрения того, что у нас все-таки судебная система, она сейчас зависит в некоторой степени от исполнительной власти. Это проявляется, во-первых, в назначении судей, во-вторых, в финансировании судебной системы. Это, на самом деле, вроде такие поверхностные вопросы, но они очень принципиально основополагающие. Вот, и все-таки хотелось бы больше здесь демократии, выборности. У нас, на самом деле, сейчас есть закон, который предусматривает выборность судей, но это только выборность мировых судей, которые являются судьями субъектов Российской Федерации. Но ни в одном субъекте Российской Федерации у нас сейчас такого не действует. То есть у субъекта есть выбор, либо выбирать, давать право народу выбирать судей, либо самим назначать. Сейчас во всех субъектах у нас назначаются они. Вот хотелось бы в этом плане изменения. И это, между прочим, как мне кажется, привело бы как раз-таки к увеличению правосознания в самом обществе. Потому что, как у нас ранее здесь уже говорилось, проблема правоприменения у наших граждан заключается в том, что они не до конца уверены в тех органах, куда они могут обратиться. Они знают, что, возможно, у них есть права какие-то определенные. Они знают, куда можно даже обратиться, чтобы их защитить. Но они не совсем доверяют этим органам, куда можно обратиться. А это, мне кажется, повысило бы доверие в обществе. В Конституции прописана депутатская неприкосновенность. Мне кажется, это неправильно, потому что депутаты могут погрязнуть в коррупции, так как это было то, что... Вот, например, фамилию точно не помню. То ли Митрохин, то ли Митрофанов был... Митрофанов? Митрофанов, он взял в крупную взятку, его в момент взятия взятки задержали. Но так как у него есть депутатская неприкосновенность, он был отпущен. И пока решалось то, что снять его депутатскую неприкосновенность, он уехал за границу и до сих пор находится там. Мне кажется, это нечестно по отношению к другим людям. Хорошо. Влад? Вы знаете, как уже было отмечено, Конституцию надо относиться пиететом. Это основной закон России, который имеет прямое действие. То есть любые положения Конституции можете смело цитировать в любой жизненной ситуации. Я бы хотел сказать, знаете что? Что, на мой взгляд, не надо ничего в Конституции менять. Нужно просто Конституции следовать. Согласно нашей Конституции, Россия это демократическое, правовое, социальное государство. Вот пусть оно будет таким. Если действительно положения Конституции будут реализованы в жизни, на мой взгляд, тогда мы сможем говорить о повышении качества жизни, и тогда уже и правосознание у нас пойдет вверх, и люди будут действительно верить, интересоваться своими правами и обязанностями. В такой момент действительно хочу продемонстрировать тем, кто все-таки еще не держал пока в своих руках эту прекрасную книжечку. Я ее даже могу назвать брошюрой. Она действительно очень тонкая, и прочитать ее вы, наверное, можете минут за 40. Поэтому я призываю всех уделить немножко времени на знание Конституции. Давайте каждый будет начинать с себя. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам на программу. Ждем вас еще. Я думаю, эта тема достаточно обширная, ее можно действительно обсуждать в любых ипостасях. Спасибо вам, дорогие зрители, что вы были с нами. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». С вами была Виктория Новикова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»